Здравствуйте, спасибо за аплодисменты. Мы вас приветствуем, друзья. У нас сегодня невероятно интересная тема. Мы будем с вами узнавать, как, собственно, улучшить систему народного образования. Дорогие друзья, у нас сегодня просто небывалое количество вопросов от зрителей. 43 вопроса. Задать все просто невозможно. Мы постараемся выбирать самые интересные. Это вопросы, которые были присланы к нам по Фейсбуку и на сайт. Ну что, мы готовы начинать? Хикман, прошу вас. Сегодня у нас, наверное, одна из самых важных тем, которые вы могли бы вообще поднять для обсуждения. Я бы хотел выразить свою благодарность от имени себя, от имени нашего проекта за то, что вы согласились. И готовы открыто обсудить проблемы, вызовы, возможности народного образования. И готовясь к сегодняшней передаче, к сегодняшней встрече, я наткнулся на такую очень известную фразу. И хотелось бы именно с нее начать. Эта фраза, ну, как говорит Google и из других источников, была, значит, высказана Отто фон Бисмарком, первым канцлером Германии, который сказал следующее. «Войны выигрывают не генералы. Войны выигрывают школьные учителя и приходские священники». Ну, то есть, немного образно, но, мне кажется, передает смысл значимости той сферы, которую вы сегодня представляете. Система народного образования со дня независимости, получается, уже вот 27 лет, претерпела, наверное, много перемен, много проблем было в ней. И сегодня мы все с вами свидетели того, как быстро и динамично происходят перемены в этой области. И, ну, очень приятно и отрадно видеть, что у руля сейчас этого министерства, этого ведомства одни из самых талантливых руководителей нашей страны, молодые, энергичные, амбициозные, с зарубежным образованием люди. И, конечно же, в этой отрасли, в этой сфере есть те люди, которым мы тоже гордимся и которые очень много сделали для нее, как Фируза Наримана, и начинают делать наши друзья, коллеги на своих примерах. Поэтому хотел бы я начать вопрос, первый вопрос задать достаточно общий, который, может быть, позволит нам дать оценку того, в каком сегодня текущее состояние мы находимся. То есть вопрос такой, как вы оцениваете текущее состояние образования в нашей стране? Пожалуйста, вопрос открытый для всех, с помощью которого мы попробуем раскрыть сегодняшнюю проблематику. Вопрос образования, особенно народного, в последние годы много раз, может быть, к себе внимание привлекал, но на сегодняшний день однозначно надо сказать, что есть проблемы. Есть проблемы, потому что этот сектор образования один из самых больших. Если говорить цифрами, в системе народного образования на сегодняшний день почти 10000 школ, 9628, вернее, плюс филиалы, работают в этой сфере более 500 тысяч человек. Это и учителя, и администрация, и тех персонал, которые этот сектор поддерживают. Министерство народного образования является одним из самых крупных работодателей. Министерство народного образования предоставляет услуги почти 5 миллионам ученикам, даже более чем 5 миллионам ученикам на сегодняшний день. Министерство народного образования является одним из самых больших получателей бюджетных средств по республике. Я так думаю, что учитывая вот эти большие показатели, на самом деле отрасль большая, очень большая, и естественно, на сегодняшний день нам нужно сейчас разобраться с приоритетами развития. Изначально самая большая проблема, с которой мы столкнулись, или вопрос, на который мы хотели бы обратить свое внимание, все-таки это связано с учителями и с повышением их статуса. Потому что однозначно все были свидетелями, вы наблюдали, что в последнее время очень много было фактов вовлечения учителей в деятельность, которая не совсем относится к ним. И это, в свою очередь, сыграло очень плохую, плохо отразилось на общей системе. Второй момент, что на самом деле мы должны задумываться о качестве образования. Контент образования, академическое начинка образования желает лучшего. Есть очень много талантливых учителей в системе, есть, значит, много людей с инициативами, но это все надо сейчас системизировать. Третий один из таких актуальных моментов, который охарактеризирует состояние образования на сегодняшний день, отсутствие или очень маленькое вовлечение или внедрение и к этой технологии. На самом деле, в 21 век, когда мы все знаем, что ИКТ-технологии смогут помочь как бы оптимизации или эффективному, значит, управлению этой системой, оно на низком уровне. Ну и, конечно-таки, надо указать, что если мы будем говорить о техническом состоянии школ, они тоже не наилучшим. Как бы большинство школ, 60% школ на сегодняшний день требует того или иного меры, значит, технического переоснащения, как там строительство и тому подобное. Поэтому, складывая вот эти все факторы, можно сказать, что да, не все потеряно, но очень предстоит огромный труд. И мы думаем, что как бы наша цель все-таки вот эти вопросы систематично уже как бы решать. До определенного времени я тоже думала, что одной из глобальных таких проблем нашей страны является образование. Но вот в последнее время я так не думаю, потому что, ну, знаете, эта проблема, она не только наша. Это проблема образования, это проблема всех стран в мире сейчас. Потому что мы все видим, как быстротично меняется мир. И даже развитые страны, они сейчас думают вообще, как обучать, чему обучать детей. И эта проблема возникает еще из-за того, что последние исследования в области мозга, они как раз таки и явились таким, знаете, причиной вообще изменения отношения к образованию, вообще изменения систем, подходов. И, к сожалению, может быть, и даже и к радости. Это как раз связано не столько с экономическими вопросами стран, а сколько именно вот тем состоянием, тем состоянием науки, теми достижениями науки, которые к этому времени уже вот появились. Ну, о чем я хочу сказать. Конечно, вот очень многое время образование рассматривалось как, был такой подход как метафизический. То есть все думали, что ребенок, он рождается абсолютно как белый лист бумаги. И как вот его нужно вот расписывать. Ну, или вот, знаете, часто такое образное, как пустой сосуд, и его нужно наполнить. Наполнить теми знаниями, которые дает преподаватель. И само название преподавателя – это человек дающий, а ребенок вбирающий в себя и вбирающий то, что ему давал взрослый человек. То есть здесь, конечно, не учитывались те научные данные, которые сейчас нам известны, что именно наука о мозге, о формировании нейронных связей, ну и так далее. Я сейчас не буду вдаваться в подробности науке, но здесь подход именно такой, что каждый ребенок рождается с определенным потенциалом, и этот потенциал просто нужно развивать. Причем развивать не навязчиво, не авторитарно, а быть рядом с ребенком и помогать ему развивать те стороны, которые нужны ему по жизни. А сама цель образования у каждой страны тоже разная. То есть сейчас каждая страна определяет для себя, в чем эта цель. То есть есть страны, которые, да, ну, например, как Китай, да, то есть для них важны какие-то другие ценности, и поэтому они в детском саду уже трех лет мимо ребенку дают счет в пределах тысячи, например. А там для других стран очень важна религиозность детей, ну и так далее. То есть говоря об образовании сейчас в нашей стране, я думаю, в первую очередь мы должны определить цель этого образования, чего мы ожидаем от образования, которое мы считаем будет успешным для наших детей, как мы считаем, ребенок должен быть успешным, он должен учиться на протяжении всей своей жизни, быть обучаемым, учиться он должен самостоятельно, используя все достижения, это и различные образовательные платформы, ну и так далее. Вот вначале я сказала, я все-таки вот сейчас прихожу к мысли о том, что на самом деле образование не только это школа, это стены школы или учители, или парты, это наша культура, которая как раз-таки, вот буквально я из поездки, я, честно говоря, счастлива, что у нас есть наша культура, у нас есть традиции, у нас есть опыт поколений, у нас есть преемственность поколений, которая, знаете, является отправной точкой вот этого образования. Я очень рада, что в нашей стране мы это имеем, в нашей нации мы это имеем. Все будет хорошо, просто это вопрос времени. И вопрос изменения подходов, это определение того качества, потому что вот сейчас любого педагога спросили, что такое качество, каждый педагог скажет по-разному, кто-то скажет, это оценки, это баллы, кто-то скажет, это красивые классы. То есть, понимаете, вот этого определения качества в нашей стране пока нет. Нет нормативного документа, нет политики, что означает это качество. Я думаю, в первую очередь мы должны начать именно с этого. Мы должны в первую очередь сказать, что такое, какие мы цели преследуем, определить качество, под это качество разработать определенную систему, а система в себя включает все, начиная от стандартов, программ качественных, и все остальное пойдет само по себе. А сейчас вот без вот этих основных таких параметров, я думаю, мы не добьемся ничего. Знаете, вот сейчас вот, например, было дано задание сделать учебный план, под что его делать. И, конечно, я знаю, что работала группа, но под что делать этот учебный план? Нету вот той... Общая стратегия, да? Да, цели нет. То есть, стратегии нет. А тактику всегда можно разработать, если есть четкая определенная стратегия именно страны. Я соглашусь со всем этим, да, и хотелось бы добавить, что вот отсутствие стратегии, отсутствие системы, и то, что говорилось о том, что сейчас все так быстро меняется, на электронной коммерции, электронные платежи, да. У нас дети маленькие уже на планшетах, там, да, быстрее нас все делают, да, и они уж думают по-другому, а система образования осталась еще старая, советская, совковая. Она просто закостенела, и она не успевает за изменениями, которые происходят не только у нас, во всем мире. И если таким темпом будет продолжаться, то мы как в каменном веке можем остаться. Вот, и мне кажется, самое главное, наверное, да, основополагающее, то, что в наших школах детей не готовят к жизни, да, то есть основное, мне кажется, надо, чтобы дети, выходя из школы, могли нормально уметь учиться, то есть детей заставляет зубрить, например, да, что-то там учить, а надо их учить учиться. Они должны учить учиться, и мы должны помогать им определиться, найти себя в жизни. Это я как бы немножко свожу опять к теме, наверное, своей профориентации, но мне кажется, это основополагающее, да, то есть если мы к окончанию школы не приведем ребенка к тому, кем он хочет стать, то как можно говорить о том, чтобы ребенок был счастливым и так далее? Друзья, я думаю, что это был первый вопрос, на который сразу ответили 4 гостя, а в дальнейшем мы будем это дробить, потому что вопросов такое количество. Виталий, прошу вас. На самом деле, мне кажется, что в системе образования есть две большие проблемы. Первая проблема – это система, вторая проблема – это образование. То есть сам образовательный контент. Можно передачу закрывать, Виталий, спасибо большое. Наверное, действительно, пришло время сейчас очень много менять, и в первую очередь, вот как Царварак я сказал, я очень согласен, что надо повышать авторитет учителя. Рейтинг любой школы делает в первую очередь педагог. Вот если мы сумеем повысить авторитет преподавателя, тогда уже, я думаю, это уже будет большое достижение. Спасибо большое. Сурен, ваш вопрос? Мне больше всего интересует, хикмат очень любит это слово, soft skills, навыки. У меня такое ощущение, что вообще навыкам никто нигде не обучает. Ну, финансовая грамотность, слава богу, по-моему, школах проходит более-менее по ДД, по ДД, правил дорожного движения, да. Но не проходит, вот, например, где-нибудь вообще обучают этикет за столом, этикет поведения в обществе и так далее и тому подобное. Когда я готовился к передаче, было интервью, не помню, с кем именно, но школа в Финляндии, они обучают только soft skills, то есть основной упор делается, и определенным явлением даже. Давайте вот разберем вот эти моменты. Почему этого нет или это есть, а я просто не заметил. Ну, смотрите, давайте разделим на две части. На сегодняшний день почему-то есть, может быть, это правильно, может быть, это ошибочное мнение, что за воспитание ребенка отвечает только школа. Надо, ну, это как бы риторический вопрос тоже. В первую очередь, я так думаю, я тоже отец трех детей, и я не полагаю только на школу, потому что soft skills, воспитание, этикет, это все-таки заражается, может быть, даже и в раннем. Ну, мы сейчас очень хорошо видим вот это все, как родители воспитывают, в принципе, никак. Большая отчужденность родителей от, значит, личной жизни своих детей, это, скорее всего, одна из огромных проблем как бы в обществе. Ну, если вернемся ко второй части вопроса, в школах есть это, но дело в том, что на сегодняшний день нам надо больше в учителя видеть наставника. К сожалению, в первой части своего комментария я тоже высказал, что в последнее время были очень много случаев, что учитель занимался не наставничеством. Учитель делал все, но не наставничеством. И поэтому я так думаю, что в сфере ожидаемых изменений, и вот уже частная школа, я знаю, тоже вот сейчас комментарии были, что там это есть, активно будет вводиться, и это, значит, должно быть как бы одной из основной частей учебных программ. До сих пор очень важно было IQ. Сейчас теперь вот эмоциональный интеллект выдвигается, потому что в современном мире, если ребенок не владеет навыками самоконтроля, именно такими вот, как мы говорим, soft skills, то ребенку просто тяжело учиться, он просто не будет осваивать программы. Но, знаете, это вопрос вот такой извечный, вопрос воспитания и обучения. И, ну, теоретики и вообще педагоги знают, что эти два процесса, они должны быть неотрывны друг от друга. И Богоцкий еще говорил, что обучение за собой ведет воспитание, воспитание за собой ведет обучение. Это два неразрывных процесса. И здесь, я думаю, нельзя вот отделять. Больше, конечно, школа, именно, ну, будем говорить о школах государственных, потому что их большинство, да, они уделяли внимание формированию зунов. Это, ну, зуны – это знания, умения, навыки. Но здесь навыкам практически, ну, это были какие-то трудовые навыки. Когда-то тоже были, сейчас их нет, потому что у нас отсутствуют мастерские, и знания и умения, даже умения отошли на какой-то план, и остались только знания. И критерием вот качества как раз-таки в данное время выходят знания. А зачастую это определяется, вот опять-таки, этой отметочной системой, баллами и отчетами учителей. А насколько, понимаете, ребенку можно сказать, ты получишь пять, если выучишь пять, семь. Он их вызубрит, а через полчаса вы спросите, он это не будет знать. Почему я вам скажу? Потому что у него установка была – это выучить и получить пятерку. А не мотивация, что это тебе нужно будет в жизни, это пригодится, и это именно может быть твоим успехом в будущем. То есть это, опять-таки, это исходит от стратегии. Поэтому я думаю, вот сейчас нужно вот определить, что нам нужно. Говоря о финском образовании, мы не раз там были, я вам скажу, 97% мам – это мамы с высшим образованием. То есть вот как раз эти мамы, они занимаются своим образованием. Я не знаю, сколько сейчас процентов у нас мам с высшим образованием. И зачастую мы не можем их видеть. Они не знают элементарно, как читать книгу ребёнку. А это, знаете, у нас есть сессия по этому вопросу. Это полтора часа тренинга, как читать ребёнку книгу. Поэтому как мы можем с них требовать, если они этого не знают? И здесь встает вопрос о психолого-педагогической компетенции родителей. Да, это очень низкий уровень. Но их, если государство хочет видеть, и видеть участие этих родителей и требовать от них, оно должно научить этих родителей, молодых мам, которые, извините, 18 лет уже мамы становятся мамами. Поэтому для нашей страны это проблема. И государство должно над этим работать. А требовать от них сейчас, извините, какой-то компетенции и в их образовании мы не можем. То есть это может быть когда-нибудь будет. Но это задача... Так это нужно? Это нужно. Это нужно. А можно определить, какие именно навыки нужны будут? Ну, то есть определённые предметы. Ну, смотрите, навыки коммуникации. Элементарность. Навыки... Это главный навык в школе Финляндии. Навыки социализации, да. И в основном на это они делают упор. Ну, например, знаете, вот я бы не ставила проблему социализации у нас. Наши дети растут в больших семьях, с бабушками, с дедушками. Нормальная семья – это трое детей обычно. То есть вот в каких-то таких социумах, ну, небольших социумах – это не проблема у нас. Для Финляндии это проблема. Мы видели эти семьи, где один ребёнок, где мать с отцом работают с утра до вечера. Понимаете, у каждой страны свои задачи. И эти проблемы, и из этих проблем должны исходить задачи того же министерства, тех каких-то социальных структур, общественных структур. И это должно быть… в общем, семье должны помогать все. Спасибо большое. Я задаю вопросы от зрителей, и у меня будет блок вопросов. Что может предложить Министерство народного образования выпускнику, магистранту, который очень хочет преподавать дети? У меня сегодня все вопросы не в бровь, а в глаз, поэтому готовьтесь. Есть определённое требование, чтобы стать преподавателем, начать свою функцию в качестве учителя. Но на сегодняшний день есть много очень талантливых молодых людей, которые имеют какие-то специфические знания, специфические навыки, что уже позволяет им обучать, но законодательно это запрещено. На сегодняшний день мы сейчас разрабатываем предложение по внедрению так называемой краткосрочной квалификационной подготовки учителя. По прохождению этого курса ему будет присваиваться сертификат, и с этим сертификатом он может начать преподавательскую деятельность. В случае наличия конкретного доказанного опыта или навыка преподавания данного предмета. Такой вопрос, а если это, конечно, не секрет, на какую зарплату может рассчитывать выпускник, который пошёл какой-то смех с зала? Очень печальная, как бы, средняя зарплата в районе миллиона на сегодняшний день у преподавателя. Ну, в зависимости от города, в зависимости от того, есть где и 600 тысяч получают, есть где и больше вот это. В частной школе я не принимаю его внимание сейчас при проведении данных, значит, информации. И, опять-таки, зависит от нагрузки, зависит от часов преподавания, зависит от ученика в классе, зависит от дополнительного классного руководства и других очень многих критерий. Какой-то есть социальный пакет, который получает преподаватель, неважно, начинающий или действующий? Как такового определённого, как бы, социального пакета я, как бы, не могу сейчас дать раз-два-три. Понял. Я такого без сна не видел ещё. Сейчас нету, да? Хорошо. Вопрос номер два. Куда нужно подать резюме, чтобы устроиться в команду к Шерзоду Шурматову? Дело в том, что все представители новой команды очень открыты в сетях и, как бы, онлайн, и через Facebook, и через, значит, направление. Есть много способов. Самый быстрый за одну минуту через Facebook. Специально открыли HR направление, пусть туда посылают. Вся информация на нашем сайте уже размещена. Это и интернет, и мейл, как бы, социальные сети. Напрямую можно подойти и подать заявление на месте, для кого-то интересно. Сарвалики, я так понял, у вас здесь есть сейчас сотрудник тоже, кроме вас, да, от министерства. Я имею в виду, что если кто-то в аудитории хочет вернуться или же присоединиться в ваши ряды, чтобы к кому они подошли? К вам или, может быть, с вами? Первой задачей, которую, значит, сделали наше, значит, новое руководство, это министр, он организовал новую кадровую службу, которая занимается этим вопросом профессиональным. При возникновении желаний здесь сидящих, я дам контакты этого человека, как можно напрямую, опять-таки, официально открытыми путями к нему обратиться. Заработная плата, опять-таки, зависит, как бы, сейчас правильно поймите, что один из первых вопросов при повышении, значит, статуса учителя и любого сотрудника сектора образования, заработная плата стоит на первом месте. Поэтому это будет неправильно, если я скажу, что заработная плата такая-то. Мы видели в интернете дискуссии, да, и именно сам господин Ширматов тоже говорил о том, что необходимо в разы поднять зарплату учителям, преподавателям. То есть видно, что это на повестке среди первых вопросов. Ну, я хочу сказать, вот, наша частность, ну, иногда такое бытует мнение, что зарплата в частных школах очень большая, она небольшая. Она отличается, конечно, от государства, но не настолько. И я точно знаю, что люди, которые идут в образовании, это, ну, специфические люди, и ими не движет объем зарплаты. Есть люди, которые, ну, просто любят это дело. Есть такие люди, которые вот родились в этом, да, ну вот как, часто вот дети актеров актеры, дети врачи и есть люди, вот потомственные педагоги. И когда интересно, когда люди работают в хорошем коллективе, когда постоянно повышаешь, даешь возможность расти им, то зарплата, она не является доминирующим таким условием. Это, ну, это честно. И я знаю, что лет 10 тому назад мой наставник, Суната Воронойзат, она проводила исследование среди очень большого количества работников МВД. И тогда вот был такой результат ошеломляющий, что они как раз таки шли в эту профессию не из-за денег. Поэтому, когда надо просто находить людей одержимых, которые... Не из-за зарплаты или не из-за денег? Это просто разные источники. Ну, там не зарплата была, а именно материальная сторона. Я вас исполню. Но это исследование. Да, да, да. Нет, в отношении, первого снариван, того, что вы говорите про учителей, я не спорю. Со второй частью могу чуть не согласиться. У нас в зале, я уверен, что огромное количество преподавателей. А есть у нас преподаватели-мужчины? Если есть, можно просто руку поднять. Раз. Их с нас сфотографируют. Трое. Четверо, да? Дело в том, что девушка-феминистка задает вопрос. Каким образом Министерство народного образования собирается привлечь на работу школы представителей сильного пола? То есть нехватка, мы видим прям, да? Прям скучный перемен. Да. Хорошо. Красная книга. На самом деле, хороший вопрос, хорошая статистика есть, что в зависимости от региона, в зависимости от города, количество, есть такие регионы, где так меньше 10% есть, более 30%, да? Но опять-таки, если мы возвращаемся в стандартную систему ценностей, общество, мужчина, все-таки добытчик, он должен зарабатывать. И один из первых стимулов для того, чтобы возвратить учителя в образование, в школу, будет все-таки повышение заработной платы. Дело в том, что за короткий период времени, в работе в министерстве, я поговорил, и мы все поговорили с большим количеством учителей, и Березина, наверное, правильно ответила. Многие это делают как свое призвание. Это как бы не из-за денег. Но вы поймите правильно, если мужчина не получает достаточно заработной платы, он все-таки будет сейчас, на сегодняшний день, задумываться все-таки о других вопросах. Как расти детей, как ставить другие, как бы решать вопросы житейские, и поэтому, чтобы не отвлекать их, как бы, от домашних забот или от внешкольных забот, все-таки, наверное, зарплату мы должны поставить в первую очередь. И надо сказать, что однозначно в систему образования народу нужно обратно вовлекать большое количество мужчин, потому что все-таки наставничество никоим образом не ущемляет, значит, роли женщин, да, у мужчин тоже неплохо получается, и они как бы для девочек, это все-таки примера мамы, для мальчиков в большинстве случаев все-таки образец для подражения от отцы, и школьный контингент ученики, когда видят, значит, и женщин, и мужчин, которые работают в образовании в качестве наставника-педагога, они все-таки, наверное, возьмут больше полезного для себя. Поэтому это вопрос актуальный. Спасибо. Спасибо большое. Вот, прошу вас. Итак, я бы хотел задать следующий вопрос. Так как наш проект называется «Лаборатория бизнеса», немного поговорим и о бизнесе. Считаете ли вы, что в этой сфере, то есть, да, вот в системе народного образования можно зарабатывать? Это в первую очередь, наверное, адресовано к Ирозе Нариману, к Вячеславу, к Виталику, у которых есть, значит, ну, вы на коммерческой основе построили свои проекты. Несмотря на то, что вы являетесь патриотами, да, этой сферы, помимо этого вы еще имеете коммерческие цели. И решит ли проблему образования, то есть, именно низкого образования, может быть, некачественного образования, частной школы, частной, то есть, можно ли через частную инициативу решить наши проблемы в системе образования? Пожалуйста, дайте свои комментарии. Сейчас, я думаю, что мы как раз-таки можем частной школе помочь сейчас, вот в этот переходный период, решить эти вопросы, вопросы качественного образования. Но, знаете, иногда бывает так, что боятся именно вот государственные структуры, боятся, что частных школ будет очень много, что начнется вот такое разделение на бедных и богатых. Ну, мы же понимаем, да, что как бы это, честно, все не было, все равно, ну, это всегда будет, это вот будет такое вот разделение. Но, знаете, здесь вот 16-летний, как говорится, период моей работы показал, что народ сам решит, куда отдавать ребенка. Пирожидар Ивановна, уточни, а сколько частных школ в Ташкенте? Ну, сейчас у нас около 30. 62 официально, как раз, по республике. По республике 62, а в Ташкенте 30. В Ташкенте более 30. Да, вот я по Ташкенту знаю, да. Было правильно замечено, что всегда частная школа воспринималась как разделение в обществе между богатыми и бедами. Но, на самом деле, методика преподавания, качества преподавания, возможности содержания учителей, предлагаемый соцпакет, всегда был на порядок выше в частных школах. Это надо признавать открыто, потому что, значит, некая часть услуг предоставлялась на, значит, платной основе. Дело в том, что частные школы нужны. Это одна будет из, значит, основных приоритетов министерства, вовлечь максимальное количество участников в данный, значит, сектор. Но не для того, чтобы однобоко позволить частникам зарабатывать на этим деньги. Будет, значит, создана возможность для частников оказывать услуги, при этом, учитывая интересы, значит, детей, учитывая, значит, я, как представляю сейчас госорганы, поэтому я, наверное, скажу, что учитывая интересы министерства в обеспечении прав, значит, учеников на обучение. Дело в том, что в Республике, Узбекистан, образование, значит, должно быть предоставлено на бесплатной основе, но все-таки разрешается сейчас уже некая форма, значит, при предоставлении дополнительного комплекса или дополнительного спектр услуг, значит, организовать частную школу. Частная школа очень сейчас сильно поможет, наверное, в методике, в стилах управления, значит, в применяемой литературе, если она подходит под критерии, значит, или стандарты, используемые в Зубкистане. А также, скорее всего, частная школа на сегодняшний день, в моем понимании, имеет больше, значит, взаимоотношений с внешним миром. Это и международные олимпиады, которые участвуют, и обмен опытом между преподавателем, это и современные технологии, которые используются, значит, в учебном и, значит, в организационных процессах. Я так думаю, что это направление 62, это цифра на сегодня, она только будет расти. Считаю, что развивать частные школы можно, даже нужно, потому что привлекая частный капитал в сферу образования, тем самым, чем больше будет частных школ, тем часть контингента учеников произойдется по частным школам, то есть появится в государственных учреждениях больше мест, и, соответственно, больше бюджетных средств можно будет распределять по государственным школам. То есть выиграют все, в принципе. У учеников и их родителей будет право выбора отдавать в государственную школу, либо в частную школу. И, в принципе, отвечаю на вопрос, можно ли делать бизнес в образовании? Бизнес делать можно, нужно. Не заработаешь на этом сотни миллионов. Но, если бы это было, скажем так, невыгодно, мы бы этим не занимались. Ну, я бы этим не занимался, я скажу вот так. Ну, в первую очередь, знаете, бизнес в образовании, мне кажется, это немножко такая вот особая форма бизнеса. Здесь нужно болеть этим. Я, наверное, больше скажу как родитель, потому что у меня нет частной школы, в отличие от коллег. От коллег. Но, мне кажется, поможет ли, однозначно поможет, потому что я считаю, что всегда рыночная конкуренция, она всегда помогает. А частные школы, они как раз смогут это дать. Это новые компетенции, это дают методики. Это как раз вот те soft skills, о которых мы говорили, которых в государственных школах не хватает. То есть, там, где ребенка надо прокачивать, частные школы могут это делать. Командная работа и так далее, навыки презентации и многое другое, как раз, что в жизни потом пригодится. Мало того, мне кажется, что и государственные школы тоже можно как-то так настроить, чтобы они были ближе к частной школе. Например, допустим, основываться на статистиках, вести рейтинги, как это есть в других странах, в той же России, например, да, и фондировать школы на основании этих статистик. То есть, чем выше рейтинг у школы, а делать это по, там, я не знаю, по ученикам, по тем же ученикам, насколько там они прошли аттестацию и так далее, да, чем больше качественных будут учеников, тем выше будет фонд. И эти деньги пусть эта школа использует, там, главное, чтобы это прозрачно было, на развитие, на, там, какое-то оборудование новое, там, какие-то вот инновационные вещи и так далее. Чтобы школы, пусть даже государственные, они боролись за качество. То есть, должна быть конкуренция? Конечно, должна быть конкуренция, причем именно не только в среде частных школ, но и среди государственных. Я просто хотел вот по этим вопросам подвести некоторый итог. Сарвареке сказал, что школ общеобразовательных 10 тысяч, правильно? Вначале, ну, почти 10 тысяч. 62 школы частные, это меньше 1%, из общего количества это 0,6%, если быть точным. Но так как проект лаборатория бизнеса, те, кто хочет заниматься бизнесом, вот, пожалуйста, шикарная возможность начать предлагать доступное образование в виде ООО, Сарвареке сказал, уже можно, и предлагать, то есть, создавать бизнес в области образования. Сколько у нас учебных центров, Вячеслав, не знаешь? Ну, тоже, то есть, их очень много, потому что это прибыльно, и это отлично, что они работают. Нет ни одного частного вуза. Пока. А вопрос очень такой, простой. Первое. Нужны ли рейтинги у школ? Второе. Как правильно вообще можно измерить эффективность обучения? И как можно измерить качество обучения учителя? Ну, преподавание у учителя. Вот такие три вопроса, если можно, вот, кратенько. Обязательно, вот я, когда работал в университете, одним из главных показателей, значит, как оценить вуз или, как бы, знание ученика, это было трудостройство. Скорее всего, для школы это фактор будет все-таки поступление в вуз или, как бы, возможность начать какое-то свое дело без, значит, вышлообразования. Насчет, значит, качества преподавателей, да, как это оценивается, но, опять-таки, нет определенной методики, что есть хороший преподаватель на сегодняшний день, или я еще с этим не ознакомился. И по, значит, третьему вашему вопросу. Эффективность образования. Эффективность образования. Упрос, наверное, схожа с первым вот этим все-таки. Эффективность образования в чем, в каком аспекте? Есть школы, где есть уклоны. Немецкий уклон, математический уклон, система есть. Я понял ваш вопрос. Есть, значит, на сегодняшний день более 350, так называемых, специализированных школ, где уклон дается на определенное направление. Но, опять-таки, я, или это мое личное мнение, не согласен с подходом. Значит, на первом этапе это все два часа разницы в предметах, в углубленном течении какого-то предмета. С возрастанием класса это растет. Опять-таки, многие говорят, что у нас в Узбекистане сейчас есть 18 обязательных дисциплин, которые ученик должен пройти в школе, да. Есть сторонники физической модели, есть сторонники, значит, более либеральных других систем. Но я так думаю, что надо этот вопрос пересмотреть. Есть и есть специфика. Дети какие? Есть, значит, кто увлекается математикой, кто увлекается языками. В соответствии, может быть, с участием уже, как бы, таких специалистов или компаний, как бы, Вячеслава, на раннем этапе выявлять, как бы, наклонность для детей и уже ориентировать их в соответствии с, значит, фактическими возможностями. Это будет, наверное, правильная тактика, которую мы можем применить в ближайшем будущем. Спасибо. Есть что добавить? Ну, я как психолог обычно меня больше интересует успешность ребенка, как его комфортное состояние. Желание учиться, желание идти в школу, приходить в школу, его, в первую очередь, физическое здоровье, его психологическое здоровье, его вот это вот показатели социализации, уровень коммуникации, дружелюбность. Вот это, конечно, вот главный показатель, а это именно должно. Ну и, конечно, жизненные навыки. Да, сейчас это выступает как выше знаний и умений, потому что знания, их можно получить, если ребенок захочет. Сейчас есть интернет, и эти тонны-тонны информации он может получить, для этого не обязательно учитель. Но если его научить учиться именно до пяти лет, мы сейчас уже знаем точно, что до пяти лет ребенок, вот это вот желание учиться. Вот если поддержать, то вот это главное. Но опять-таки, видите, сейчас мы должны разработать эти критерии, а уже по ним определять, школа хорошая или нет. Спасибо большое. А можно я вот... Когда вам было нельзя сурат? Я просто все надеялся, что вы это скажете. В некоторых американских вузах каждому профессору, учителю ставят оценку студенту. Как вы на это смотрите, чтобы ставить оценку учителю? У нас такая система уже года три работает. С одной стороны, каждый учитель на каждого ребенка пишет характеристику, причем, первое, он пишет сильные стороны ребенка, слабые стороны и свои рекомендации каждому ребенку. А с другой стороны, каждый ребенок ставит учителю оценку. Ну, мы понимаем, что доля субъективности в этом есть, но считаем средний балл. И, конечно, есть определенные когорта, и если это ниже, то мы разговариваем с учителем. Если он как бы верит в себя, если он находит какие-то силы и думает о том, чтобы измениться, мы как бы даем ему второй шанс. Если нет, то мы просто расторгаем договор с этим учителем. А ребенок ставит оценку по каким критериям? По одному? Просто нравится, не нравится? Нет, 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 абсолютно не так. То есть есть там, помогает ли тебе учитель, верит ли он в тебя, есть ли у тебя страх, или почему вот именно по этому предмету ты считаешь, что ты не силен, почему, что тебе мешает. А это анонимно делается? То есть они не подписываются? Не боятся ли дети, что потом... Нет, нет, они не боятся у нас эти... Я могу даже показать. Мы обрабатываем, это, конечно, очень тяжелая работа, очень долго, кропотливая, все считаем, но, понимаете, учитель должен знать через ученика, именно услышать ученика. Обратное связь. Да, и... Ну, некоторые говорят, знаете, гордыня не позволяет, уходит, но некоторые говорят, нет, я все-таки буду меняться, и мы предоставляем систему именно тренингов различных, именно по нужной сфере. Это может быть и эмоциональные какие-то вещи, и чисто по работе, поэтому... Я думаю, это все нормально, и у нас есть опыт, с которым мы всегда можем поделиться, и в нашей республике это есть, причем с нашими детьми, с нашими педагогами. Но я вот хочу сказать, касательно педагогов, все-таки стереотипы мышления педагогов, которые работали в советских школах, да, вот, очень их тяжело изменить. Вот, у меня, например, принцип такой, я беру девочек, которые закончили колледжи, и мы работаем с ними, то есть это... Они очень обучаемые, они это принимают, работают с ними легко, и самое главное, что они находят общий язык с детьми очень быстро, потому что разница в возрасте очень малая, и что еще сохраняется? Сохранять игровой подход, именно, а это очень детям сейчас нужная вещь, дети мало играют, а это эмоциональная, как бы, и разрядка, и разгрузка, и обучать таких детей легче, поэтому, я думаю, сейчас нужно нам делать упор именно на молодых. Вы знаете, очень долгое время их не принимали на работу, они заканчивали колледж, их просто есть, не даст соврать, заместителя министра, их не принимали на работу, и они очень многие уходили в другие сферы и так далее. Надо сейчас просто подумать о том, чтобы вернуть их, и начать их обучать быстро-быстро. Я хотел еще добавить, да, мне кажется, рейтинг обязательно нужен, мало того, может быть, надо его еще делать перекрестным, то есть не только дети оценивают учителей, учителя оценивают друг друга, потому что они тоже работают в коллективе. Это вопрос конкуренции как раз, да? Нет, нет, это не конкуренция, потому что учитель учителя тоже должен знать, да, это тоже на этом. Мало того, мне кажется, еще и родители тоже должны оценивать, потому что контакт родителя с учителями тоже должен быть. Это же образование, мы об этом говорили, да, что общее дело, и тут роль родителей, она очень велика. И поэтому очень важно, чтобы не было вот такой обособленности, да, там в школе учат одному, а дома там родители думают совсем другое. Это должна быть совместная работа, они должны контактировать друг с другом и оценивать соответственно. И точно так же и учитель фидбэк обязательно родителям давать. Наше мнение однозначно совпадает с вашим. Единственное, что все-таки специалистов мало, как бы, сильных специалистов, это наши, как бы, уже преподаватели с опытом. И в любом случае тех, кто готов сейчас взять под свое крыло, да, молодых, наверное, очень мало. Поэтому мы должны создать сферу в систему, как бы, профориентации, повышения квалификации учителей и однозначно использовать наших, значит, учителей со стажем в качестве институционной памяти. Я совершенно согласен с вами, что это может быть методика, другое время прошло. Но есть, как бы, дисциплины, по которым это, мы не говорим сейчас про социал-скилза, мы сейчас говорим именно про содержание дисциплины. Могут они на сегодняшний этап, могут быть каким-то хорошим, значит, тул, да, самым источником, как бы, вот этой и знаний, и источником, как бы, дальнейших действий. По оценке и критерии, значит, учителей, да, это однозначно надо, но мое мнение, что на первом этапе, на начальной школе и немного выше, до среднего, может быть, все-таки оценить должен и сам ученик. Потому что ученик еще, скорее всего, осознанно не поймет. Он, значит, получил ли те знания, которые должен давать учитель, его отношение к школе, если то, что он с радостью приходит или, как бы, с удовольствием занимается и показывает результат, все-таки родители легче оценивают, потому что будут они видеть это. А уже, когда старший ребенок в старших классах, когда уже начнет чувствовать, что он сможет, как бы, оценить тот уровень знаний и, как бы, проецировать его на использовании. Ладно-кровно, говорю, подойди, ребят. Не знаю, я бы в 11 классе за тройки. Скорее всего, это мое мнение такое. Хочу уточнить, что это в начальной школе как раз-таки это не анкеты, это смайлики, это сердечки, которые они клеят, дарят, карточки какие-то. Ну, методов очень много. Но, знаете, сейчас еще вот кризис, вот кадровый кризис еще в чем? Да, вот вы говорите, молодые приходят, у них нет опыта, а вот эти опытные педагоги, они не владеют современными технологиями. Они абсолютно боятся, я вам вот честно говорю, уже после 40 лет они боятся вот этих всех интерактивных досок, дисплеев и так далее. То есть, знаете, они сделают все, но только чтобы их не использовать. Мне кажется, они не боятся, что в классе 50 человек, а вот интерактивную доску лучше нет. Давайте две смены нам, мы их продержим. Да, и сильный авторитаризм, понимаете, потому что такое было, и они от этого не могут отойти. А нам сейчас нужно все-таки партнерство между ребенком и учителем. Спасибо, еще два коротких вопроса. Будут ли создаваться особые школы для одаренных детей? Есть ли такой план, может быть, у частного сектора, может быть, у государства? Одаренные, наверное, все дети одаренные, когда в них, значит, раскрывается талант, и, значит, задачи учителя преподавателя школы все-таки раскрываются таланты. Отдельная школа талантов, я не слышал, что это как бы сейчас инициатива прорабатывается, но будет, значит, концепция должна быть, и, скорее всего, мы будем это внедрять. Но, опять-таки, зачем детей на раннем этапе, значит, делить одаренное и неодаренное, да? Может быть, в разрезе школы организовывать классы для детей с каким-то направлением и больше давать, значит, упор на те направления, в которые они проявляют таланты. А их отделять и держать в специальной школе, может, это все-таки будет какое-то отречение от общества после того, как они завершатся. Да, наверное, каждый ребенок по-своему уникален, каждый ребенок по-своему одарен. То есть, кто-то силен в математике, кто-то хорошо бегает, кто-то хорошо надувает мыльные пузыри. То есть, задача школы – разглядеть талант каждого ребенка, увидеть одаренность в каждом и уже развивать именно вот в этом направлении. То есть, не все из нас с детей, то есть, будут великими учеными или кем-то, не знаю. То есть, нужно развивать разные таланты. Насчет одаренности, Арсен, я бы хотел вам вопрос задать. Вы знаете, почему есть градация А, Б, В, Г? В классах? Да. Почему такая есть градация? Не знаю, у меня был А-класс, и там было тоже какое-то подозрение. Математика. У вас был такой слух, что вот А – это ТОП, Б. Ну, так себе ТОП. И дальше дыно. У нас был такой слух, но он развился, когда ученика Г-класса привезла Черная Волга. Буквально блиц вопрос. Я надеюсь, что будут честные ответы, и потом после этого небольшие комментарии. Короткий ответ. Сколько стоит обучение, Виталик, в вашей школе? Обучение, скажем, не школе, а образовательном проекте на сегодняшний день стоит 250 тысяч в месяц. То есть за родители одного ученика платят 200 тысяч. А сколько детей всего учатся? У нас немало, у нас больше 500. Больше 500? Да. Я просто знаю, что там очень большой спрос. Вячеслав, сколько стоит образование у тебя в программе по профобучению? Ну, мне кажется, это неправильно будет сравнивать школу с… Да, мы не сравниваем. Потому что это профориентационные курсы, и там цели совсем другие. Но, скажем, для детей, подростков, там, до 14-15 лет, 16 лет, это одна группа, это миллион сто. Если это старше, 17-18, это миллион двести шестьдесят. Первый Зинарий Иванович. У нас, значит, шестидневный полупансион, это с восьми до шести, с трехразовым питанием, с кружковой работой, с образовательной программой, со всеми выездами, два миллиона четыреста. Значит, в начальной школе 300 детей и в средней школе 280. У нас 10% от общего контингента детей посещают бесплатно, это дети из юнор-семей. И дети с особыми нуждами, они оплачивают 50%. Отлично. Раз уж все рекламируют, я тоже прорекламирую. Да, пожалуйста, давайте, давайте. У нас более пяти миллионов человек, у нас обучение бесплатное. Вы чувствуете, как поменялось все в Министерстве народного образования, а? Я просто думал, раз все начали называть цены, сейчас зарплату скажут. Ну нет, хорошо, ладно. Арсен, я не случайно спрашиваю, потому что часто у нас просят назвать конкретные цифры и так далее. И еще один коротенький вопрос. Сколько у нас зарубежных школ? То есть школ, в которых обучение иностранное, зарубежное, ну типа британская школа, ТИАЭС или... Меньше пяти. Ариман, вы знаете сколько? Пять? Три называю. Я почему опять же спросил. Вы знаете, мне как бы в какой-то степени повезло, мои дети один год обучались в другой стране, в Сингапуре. И сегодня, слушая наших участников панельной дискуссии, я вижу, как много они приводили примеров. Со своих командировок, когда они были за рубежом, проходили стажировку. И вот, Фероза Наримана, вы вот буквально все мои тезисы озвучили, но я все-таки хотел закрепить. Да, вы очень важные вещи говорили, на мой взгляд, которые на сегодняшний день стали стандартом для международных школ. То есть для школ за рубежом, в Сингапуре, Великобритании, Америке, Европе, в других странах и так далее. Вы сказали главную вещь. Детей надо научить учиться. И я вот хочу маленький пример привести, историю, которая у нас произошла. Нас, как родители, пригласили в Сингапуре в школу, и директор школы сделал презентацию. Я запомнил там один слайд, где он показал пирамиду, в которой были следующие слова. Знания, коммуникация, вернее, дисциплина, коммуникация и в конце learn how to learn, то есть учить учиться. И он сказал, смотрите, что я сейчас делаю. Он перевернул эту пирамиду и сказал, наше обучение здесь строится по абсолютно обратному принципу. Самое главное, что мы делаем, это обучаем детей учиться, учим их креативности, критическому мышлению. Мы не даем ответы, мы просто задаем вопросы. И вы сказали очень правильно, что сами знания не являются главным приоритетом. Они уже, наверное, в последнем приоритете, потому что знания настолько быстро устаревают, я про академические знания, что сегодня мы говорим о чем-то, оно уже не актуально через 5 лет, а мы детей учим тому, что они будут применять в будущем. Не говоря о том, что наши методики и все остальное, они где-то даже, может быть, около советского или там времени 10-летней давности. Поэтому я хочу сказать, что очень важно, чтобы у нас появлялись зарубежные школы. И вот, сороки, вы учились за рубежом, выезжаете постоянно, Фируз Наримана постоянно в командировках. Мне кажется, это цель, цель за этими поездками за рубеж, постараться посмотреть, что происходит в развитых странах, посмотреть, какие тенденции и быстрее это принести к нам. Мне кажется, очень большая роль того, чтобы мы смотрели, что делают победители, чемпионы за рубежом, и быстрее внедрять их практики, потому что вы абсолютно верно сказали. Сейчас мы заставляем детей, но буквально мучаем их тем, что, в принципе, они могут не применить. Вот небольшая такая ремарка с моей стороны.